У вас, давайте я попробую разобрать ваш вопрос. Итак, вы пишете, как мне в этом мире в данный момент и будете найти себе настоящих, верных и преданных друзей? Ну, очевидно, что задавая такой вопрос, вы не очень понимаете смысл этого самого вопроса. Вот, то есть, я хочу сказать, что задавая такой вопрос, вот именно такой вопрос, вы ставите людей в определенные рамки сразу. То есть, смотрите, получается, что для того, чтобы быть вам другом, для того, чтобы стать вам другом, нужно обязательно быть преданным, нужно обязательно, вот как вы говорите, настоящим и так далее. То есть, ситуация заключается именно в том, сложности заключаются именно в том, что вы, как бы уже заранее, ставите людей в определенные рамки. И это значит, если вы ставите людей в определенные рамки, то вам нужно что-то от них. от них. Вам нужна преданность, например, вам нужна от них искренность и так далее. Вот это вот вам все нужно. и возникает здесь, на мой взгляд, вопрос. А зачем? Вот зачем вам такие друзья? Для чего они? Зачем они вам? Просто постарайтесь подумать с собой. Зачем вам вот такие друзья? Понимаете, чтобы дружить, чтобы найти хороших людей, нужно для начала, нужно для начала уметь принять этих людей такими, какие они есть вообще. то есть нужно уметь этих людей воспринимать по факту. Вы же сейчас хотите вы же сейчас как бы пытаетесь людей под себя подстроить. и это не есть хорошо. Потому что в таком случае получается, что вы не воспринимаете людей именно такими, какие они есть. и вы что как вот не парадоксально вы воспринимаете людей опять же исключительно как средство для реализации своих потребностей. а это не есть хорошо. Опять таки это не есть правильным для вас. Понимаете? потому что подобная позиция подобная позиция она ведет вас к одиночеству к сожалению. И я надеюсь, что вы это постарайтесь понять. это очень важно. Далее имя настоящих вы пишите не ложных не психов не просто приятелей а именно настоящих. Скажите, а кто знает что такой настоящий друг? Вот кто знает что это такое? Кто такой настоящий друг вообще? вы знаете что такое настоящий друг? А люди как вы думаете могут знать что такое настоящий друг? И самое главное откуда они это могут знать если вы с ними не друзили? То есть я полагаю что здесь ситуация скаливается так вот на мой взгляд ситуация скаливается так что вам нужно вначале подумать чего вы вообще хотите от друзей что вам нужно от них и вот уже потом после того как у вас будет это представление вот уже потом вы сможете я думаю обидеть себе на вопрос какие же вам нужны друзья и как их найти и так далее вот потому что пока вы просто идеализируете друзьбу может ли быть такое что у меня и у друзей не будут совпадать какие-либо увлечения и хобби да вообще это нормально что увлечения и хобби не это абсолютно нормально вот но надо понимать что что-то общее что-то общее все равно может должно быть необходимо иметь с друзьями потому что иначе вам просто-напросто не начнет опереться в общении и взаимодействии с людьми это вот то что нужно вам также понять то есть смотрите какая получается ситуация а нужно вам вам нужно иметь с людьми что-то общее нужно вам над чем-то основывать свое взаимодействие это нормально но и полностью соответствовать взглядам и желаниям других это тоже не нормально поэтому я полагаю что да различия могут быть и они естественны могут ли настоящими друзьями быть друзья по школе институту на самом деле довольно странный вопрос потому что друзья не привязаны к какому-то месту это во-первых во-вторых что можно сказать это то что как правило именно настоящие так скажем друзья которые ну скажем так ну будут преданными и так далее вам да именно настоящие друзья они встречаются как раз таки не в школе они встречаются как раз таки в уже более взрослой жизни они встречаются ну например например в институте там на работе и так далее вот и именно это то они встречаются на работе и так далее обуславливает их отношение к вам обуславливает их адекватность по отношению к вам к вам и если вы хотите чтобы ваши друзья были преданными то лучше будет если вы все таки будете взаимодействовать с ними именно ну скажем так уже в более взрослой жизни а не вот в школе или где-то еще потому что на самом деле я ничего против школы не имею но как бы по опыту могу сказать что вот именно именно друзья детства они как правило ну скажем так не очень надежно вот если можно так сказать не очень надежно потому что все таки раз все таки разные взгляды разные интересы все таки есть определенные различия между ними между людьми и процессом взросления очень очень часто бывает так что пути людей расходят это нормально так что здесь же вам решать как и чего вы например сами для себя хотели бы вот значит далее так как подружиться с ними не упустить их а во время дружбы не упустить предатку значит подружиться можно только разделяясь с ними их интересы их взгляды их потребности их цели и так далее то есть только через взаимодействие взаимодействие на основе общего того общего что вас объединяет а предательство же предательство же не представляется возможным как либо предупреждать потому что объективно 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 люди сами не всегда знают например ну насколько верны они могут быть вот не всегда люди поэтому я рекомендую вам здесь не обращают на это внимание то есть не боятся предательства а предательство оно как вот ну как таковое оно неизбельно иногда бывает и относиться к нему следует я бы даже сказал знаете в философке вот просто потому что никогда не знаешь а будет ли предательство не будет ли предательство и так далее вот и если вы уже а бои если вы боитесь того что вас могут предать например то лучше с людьми вообще не взаимодействовать никак опять же по той простой причине что никто от предательства не застрахован абсолютно это вот я надеюсь то что вы постараетесь понять для себя ибо это действительно важно далее значит и во время и вовремя распознать и другие нехорошие черты если таковые будут вы считаете что у людей не должно не должно быть плохих человек вы считаете что у людей не должно быть чего-то ну скажем так чего-то плохого чего-то неправильного вы не готовы получается принять людей такими какие они есть или или как или что потому что пока если честно не очень понятно чего вы хотите идеализируете идеализируете на мой взгляд людей очень сильно идеализируете и дружбу идеализируете очень сильно и непосредственно самих людей идеализация не приведет вас к чему-то хорошему здесь скольки лет вообще необходимо заводиться друзьям ну как пойдет лучше всего с детства конечно именно в детстве легче всего заводить друзей но бывает по-разному иногда во взрослой жизни друзей тоже можно будет завести главное главное чтобы у вас было были свои интересы хобби люди они будут в любом случае самое главное какими качественными психологическими состояниями и способностями должен обладать я сам опять же немного странный вопрос на самом деле на самом деле никаким вот вы вы никакими не должны обладать особыми чертами так потому что вы принимаете людей такими какие они есть и тогда вас принимают таким какой есть вы и и собственно говоря все потому что если если вы не способны принять принять себя таким какой есть например вы то и других людей соответственно принять вы тоже будете не в силу поэтому я надеюсь что вы перестанете думать что для каких-то для каких-то дружеских отношений нужно что-то не нужно ничего для этого на самом деле далее значит эээ может ли быть таким другом девочка да может быть может быть эээ то есть не важно кто что по половому признаку друзья не различаются важно чтобы эээ важно чтобы вы воспринимали человека таким как он есть и важно чтобы вы себя воспринимали таким какой вы есть потому что вот у меня сложилось впечатление что вы во-первых идеализируете дружбу но это связано с вашими потребностями и во-вторых не принимаете себя и не принимаете других при том что у вас видимо есть негативный опыт взаимодействия с людьми вот и этот опыт он довольно травматичен для вас его нужно разбирать на этом все надеюсь что помог вам если какие то вопросы остались пишите в личку буду разомочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи до новых встреч до новых встреч